Сегодня родители школьников сдавали экзамен по русскому языку. Через тестирование взрослые прошли не ради оценки, а для того, чтобы испытать на себе всю процедуру ЕГЭ. Такую акцию в республике организовали во второй раз. Над каким заданием папа и мамы дольше всего думали, знает Вероника Павлова. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ» родителями в Чебоксарах прошла в 56-й школе. Вместе с папами и мамами через тестирование прошли не только местные чиновники, но и депутаты Госдумы. Алена Аршинова пару лет назад участвовала в сдаче экзамена, поэтому хорошо знает правила ЕГЭ. С собой только паспорт, ручка и бутылка воды. Депутат Госдумы признается, времени на подготовку не было. И так совпало, что действительно у нас региональная неделя. И что есть возможность по графику попасть на эту акцию. Поскольку я этим занимаюсь, конечно, я согласилась. Но я вообще всегда готовлюсь ко всем экзаменам. По-моему, это единственный экзамен, к которому я не подготовилась. Но я надеюсь, что моего багажа знаний, моей той старой школы хватит. Елена Фомина в знаниях своего сына уверена, но все равно переживает за русский язык. Говорит, что этот предмет один из самых сложных. К тестированию женщина готовилась всю ночь, проштудировала несколько учебных пособий. Сидели с компьютером, решу, ЕГЭ открыли. И со мной посидел. Он лучше знает, я бы так подумала. Бланки ЕГЭ распечатывают на принтере прямо в аудитории. Так что участники видят их впервые. Для многих самое волнительное – это организационная часть. Вот сегодня, в частности, родители уже ознакомились, начиная с входной группы, с входа в школу, через оператора и рассадки в аудитории, уже непосредственно с кимами. Но если говорить о своих каких-то личных впечатлениях, даже организационная составляющая создает некоторую нервную ситуацию больше, чем содержательную. На самом деле, те задания, которые были нам сегодня предоставлены, они несложные. Ученики, приходя уже в школу с первого класса, изучают русский язык. Поэтому сложности, я думаю, не составляют в выполнении этих заданий. Тем более, наши выпускники после девятого класса сдавали экзамены. Они испытали, что это такое. И, приходя в десятый и одиннадцатый класс, учителя создают в школах все условия для того, чтобы дети подготовились к экзаменам. Всем участникам акции вручили сертификаты. Отличников среди экзаменуемых было немало. Сегодня экзамен по русскому языку писали не только в столице, но и в районах республики – Мариинско-Посадском, Ядринском, Канажском и Маргаушском. Организаторы уверены, что после таких испытаний родители станут меньше волноваться за своего ребёнка во время сдачи ЕГЭ. Вероника Павлова, Семен Антонов, Вести, Чувашия.